Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Ну вот, не прошло и полгода, как Лиля заполнила свои контейнеры. И теперь я с чистой совестью могу выполнить запрос Лены Бойцовой, что же я туда положила. Контейнеры, как я говорила, уже они не очень большие. В них вместительность в одном контейнере 5 литров. И я именно вот такого плана хотела взять контейнеры, чтобы они у меня вмещались на полочках в шкафу. Итак, первое это вот я будет у меня такое вот приспособление для ванной комнаты, поскольку у меня такая большая специальная стеклянная мисочка для ванной, и там все это было навалом. И как бы было очень неудобно, вот это вот вещи для маникюра, педикюра, они сваливались куда попало. И также вот этот вот массажер, и в общем все было вместе. Теперь я выбрала вот в этом контейнере у меня только средства, которыми я не пользуюсь ежедневно. Это всякие там масочки, там скрабы, в общем средства по уходу за ногами для педикюра. Средства, которые используются только в определенных случаях. Ну и естественно очень удобно. Вот это моя машиночка для ухода за лицом. Здесь массажные разные вот такие вот насадочки идут. И вот эти вот штучки, они как бы предохраняют их, все эти насадочки, чтобы они никуда не разбегались, так скажем. И в то же время мне очень удобно их вынимать отсюда, и они не телепаются где попало. Также массажерчик, в общем все, что я использую более часто, вот этот вот, как он называется, сейчас я скажу, для живота, для похода, серум, серум, там какие-то скрабики, вот это вот, всякие вот эти гамажи, это пилинги, все, что я использую более часто, короче говоря, наверху, то, что менее часто, естественно, находится внизу. И вот эта штучка, я ею не пользуюсь, она у меня абсолютно чистенькая, просто, чтобы как была протекцион, ну, как бы закрывала вот эту мою машиночку, ну, вот это вот у меня полотенце. И вот такая вот перчаточка, вот такая вот прелесть, я очень довольна, теперь все это у меня закрыто крышечкой вот так вот, дочка не может туда забраться, потому что частенько мамины кремы были на дверях и где попало. И все это стоит в ванной комнате, поскольку, вернее, в шкафчике ванной комнаты, поскольку, видите, он узкий и довольно удобно становится в такие вот небольшие, в такую небольшую мебель, как в ванной комнате. Затем, второй наполнитель у меня очки. У меня дело в том, что очень плохое зрение, и все у меня очки очень дорогие, поскольку и в солнцезащитных очках, и в очках для зрения, у меня стоят стекла с диоприями, и, естественно, ну, все это дорого стоит, поскольку я покупаю хорошие марки для очков, чтобы они, как говорится, дольше служили. И вы видите, есть еще место, где-то для пару коробочек, у меня одни в машине, одни такие домашние, возле, на комоде возле входа лежат, чтобы там белье вешать, ну, быстренько одеть и побежать. И вот такое вот наполнение, тоже все это закрывается плотно в этих контейнерах, вот здесь вот такие вот клипсики идут, что все плотно закрыто, ребенок до них не доберется. Я очень довольна, что у меня теперь очки не по полочкам, по ящичкам каким-то, а все в одном месте. Так, дальше вот я упаковала сюда все пояса, которые я ношу часто, поскольку, как бы, ну, ремней, поясов много, какие-то в джинсах я оставляю, какие-то вынимаю, но есть любимые ремни, которые используются часто, и поэтому я их тоже уложила вот в такой вот контейнер, и тоже положу их в более доступное место в своем гардеробном шкафу. Ну, и вот у меня четвертый контейнер я наполнила своими носочками, он даже антимой положила. Дело в том, что у меня никогда не было специального ящичка или шкафчика для носков. Вечно они у меня в каких-то пакетиках были, в каких-то, ну, не знаю, ну, в общем, то там, то там, то там. Поскольку носков, ну, как вы видите, у меня немного, вот это все, что у меня есть, я в основном использую их, когда занимаюсь спортом или, ну, зимой в сапоги одеть, а так у меня вот такие вот тоненькие в основном носочки, там их три раза одел и выкинул, как говорится, и поэтому у меня никогда не было своего места для носков. И вот я пошкребла, так скажем, не смейтесь, правда, я в шутку говорю, по сусекам пошкребла и нашла вот такую вот гору носочков, в общем, со всего, со всего пособирала и уложила их в одно место. Тоже закрою все крышечкой, тоже поставлю в шкафчик. И, в общем, если вот эти вот вещички поставить одну на одну, получается, видите, они невысокие, но довольно, как оказалось, уместительные. Так что вот так вот, контейнерами я очень довольна. Теперь у меня все вот в таком вот порядке. И вот это можно в мебель в салоне убрать, никто не будет видеть. Достал, взял очки, какие выбрал и пошел. И здесь тоже дочка не доберется. Ремешки все любимые тоже у меня отсортированы теперь. Ну и носки я теперь не буду искать по всем гардеробным. Так что вот так вот я справилась со своей задачей. Надеюсь, Лена Бойцова меня одобрит, потому как я очень уважаю ее мнение. И мне нравится, что у нее такой безупречный просто порядок. У нее и в шкафах, и везде. И я стараюсь брать с нее пример. Все, спасибо всем большое, что вы были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.